Приветствую вас, я бы охарактеризовал вашу проблему как комплексную. Потому что она состоит из нескольких факторов, которые безусловно между собой связаны, которые безусловно являются связующими звеньями в ситуации, в которой вы оказались. Вот. Если честно, немножечко затруднительно начать разбирать вашу проблему, потому что написали вы её так, что, ну, что немного хаотично, сумбурно. Вот. Смотрите, давайте мы начнём с вами с того, вы пишите, как мне теперь общаться с моим окружением, да? Как общаться, чтобы что? То есть вот вы сами вообще чего хотите? Это первое. Второе. Значит, общался со знакомыми, общались открыто, доверяли друг другу всё. Понимаете, Алексей, ну, доверять друг другу всё можно, пожалуй, только именно другу. Человеку, который проверен временем, да? То есть это может быть мужчина, это может быть женщина, не важно, но человек должен быть проверен временем. Понимаете? Вы же, по вашим словам, да? Доверяли тому человеку, который является, ну, всего лишь вашей знакомой. Это просто знакомая, даже не подруга. Вот. Есть вопрос. Почему вы выбрали именно её? Для, скажем так, приватного общения. Что есть, ну, по какой причине, причине вы выбрали именно её? Для приватного общения. То есть она чем-то привлекла вас, чем-то понравилась вам, что-то обещала вам, или как, или что. Понимаете? Потому что, ну, чем-то должен быть ваш выбор обусловлен. Знаете? Какая история. То есть если вы решили ей доверять, да? Доверять всё. То надо бы, ну, конечно, как бы определить, насколько ваш выбор вообще адекватен. Ну вот. Понятно, да? О чём идёт речь. То есть, субъективная, как бы, сторона этого. Сначала анонимно, потом, когда узнала, кто я, ещё один интересный момент. А кто вы? Ну, вообще, вы кто? То есть, как бы, ну, например, непонятно, кто вы. Почему вы общались с ней анонимно, если доверяли друг другу всё? То есть, не кажется ли вам, что это, ну, несколько, ну, такая странная модель общения, что вроде бы вы доверяете, но в то же время вы, в то же время вы вроде как общаетесь анонимно. Получается, не так уж и доверяете по факту. Ну, а для неё вы имеете особое значение, как я понял. Ну, для неё, для неё вы имеете особое значение. Видимо. Видимо. Ну, потому что... Вы боялись ей сказать, кто вы. Вот. И у этого тоже должны быть свои причины. Понятно, да? Вот. Дальше. Идём. Следующее, о чём вы написали. Подумайте, для чего эта женщина, ну, или девушка, я не знаю, для чего она стала рассказывать? То есть... О вашей, собственно говоря, переписке. Вот. Почему она стала её показывать? То есть. какая ей, ну, какая цель двигала ею. Ведь я не думаю, что вы будете спорить с тем, что она это сделала, чтобы что-то. Она это сделала для чего-то. Ей это было нужно. Вопрос в том, зачем? Получается, что у неё, возможно, есть какая-то личная заинтересованность в том, чтобы поступать именно так. И понятно, что это поведение неадекватного взрослого человека, это поведение другого человека. Понимаете, это поведение человека либо из критикующего состояния, то бишь родительского, либо из состояния детского. Когда человек не осознаёт, не понимает, что он делает. Дальше, смотрите, ну, опять же, да, вот эти все моменты, они остаются как бы за кадром. Кто вы, почему начали общаться, для чего вы вообще начали общаться открыто и доверяли друг другу, если у вас есть девушка, да, просто не понятно. Предположим, что она рассказывает о вашем общении с другим людям. Ну, предположим, она рассказывает о вашем общении всем. Как бы, право в это, право на это у неё есть. То есть, как бы, её за это никто не, ну, не осудит, с точки зрения закона. Про мораль сейчас не говорим. Но, смотрите, смотрите, то, что вам трудно общаться с людьми и то, что за вашей спиной люди шепчутся, в совокупности, то есть, в сочетании со всем, что вы написали. Дальше. Наводит на мысль о том, что вы выстраиваете отношения с людьми на недостаточно доверительной основе. Вот так. То есть, люди предпочитают поверить женщине, которая показывает личную переписку, чем вам, вот, живому человеку, который говорит. Стоит задуматься. Стоит задуматься. Почему люди верят не вашему слову больше, да, а, например, верят больше слову этой девушки? Ну, я буду называть её, я буду называть её так, вот. Понимаете? Какая история. Либо вы себя неправильно повстали и дорекомендовали. Либо вы с другими людьми тоже общаетесь не очень, не сказать, чтобы сильно доверительно. Ну, то есть... Ну, то есть, люди вам не очень-то верят. Не знают вас, плохо знают вас. Либо вы не уверены в себе и проецируете это на других. То есть, по сути, теперь у людей просто появился повод. Повод, повод, чтобы высказать, повод, чтобы высказать вам своё отношение, которое было всегда у них, к вам. Дальше. Все шепчутся за спиной, весь женский пол отвернулся от общения. Ну, вы знаете, это не очень хорошо говорить о людях, о женщинах, если они от вас отвернули. То есть, о них это говорит, как о людях, которые очень внушаемые, то есть, не имеют своего мнения. А вам такие люди чем-то важны. При условии, что у вас есть девушка. Мужчины как бы тоже. То есть, они с вами не близки, у вас нет друга. Ведь именно поэтому вы начали общаться с этой знакомой. Я полагаю. Дальше. Притом, что у меня есть девушка, а у той особый парень. Но, опять же, если у вас есть девушка, почему вы общались доверительно открыто и делились с чем-то с ней, а не с девочкой своей. Она преподнесла все, будто я ее люблю и пытается получить. Но, опять же, если бы люди хорошо знали, они бы не поверили никогда в жизни. Это совсем не так. Кроме того, обо мне и так будет много слухов, которые лживы, но все верят в это. Опять же, дыма без огня не бывает, Алексей. Если на вас ходят слухи, значит, вы сами их провоцируете. Возможно, вам не хватает внимания, и вы пытаетесь привлечь внимание через сплетни о себе. Потому что иного способа почувствовать себя значимым у вас нет. Смотрите, вы начинаете общаться с девочкой, начинаете общаться, начинаете общаться неанонимно. Это уже повод. Это уже повод для того, чтобы потом что-то о вас сказать, мол, вы скрывались, вы не раскрывали своего лица, стыдились и так далее. Начни общаться с ней сразу, откровенно, открыто, ничего бы не было. Можно сказать вопрос. Как часто вы ведете себя откровенно с людьми? При том условии, что вы делаете вывод, что доверять нельзя никому, а сами при этом строите вроде как доверительные отношения на лжи. Получается, что вы никому изначально и не доверяли. Если люди верят в слухи, которые лживы, если они действительно лживы, то люди хотят в это верить и вам этого не изменить. Нужно найти людей, которые не хотят верить. В которым не нужно верить. В слухи. В сплетни. То есть, это вопрос вашего окружения. Выбор. Какое окружение вы выбираете себе? Сама та девочка считала, что я ее ненавижу. С чего? Почему? Из-за чего? К слову, я знакомый его бывшего. Ну, наверное, ее бывшего. Вы хотели сказать. Если вы знакомый ее бывшего, с какой целью вы начали с ней общаться вообще? И она считала, что я распространял про нее слухи, что она с парнями пьет и прочее. Вы знаете, вот такое ощущение создается, что вот там, где вы живете, знаете, мало эмоций. Мало вообще событий, мало происходит, ну, какого-то драйва, да, какого-то веселья, какого-то занятости, всего этого очень мало. И люди не знают, чем себя занять, занимают себя сплетнями. Нет, ну, серьезно. Девушка решила, что вы, будучи знакомым ее бывшего парня, распускаете о ней слухи. Зачем? Это лишено всякого смысла. Слуки может распускать ее бывший парень. Может, но не вы. У нее был повод подумать? Так. Скорее всего, да. Так, когда объяснилось, что это не так, она изменилась. И все. В остальном, я всегда ее выслучивал и поддерживал. А зачем? Она всегда жаловалась на парня и его равнодушие. То есть, она была жертвой, а вы, типа, спасителем. Посмотрите, треугольник Карпмана, я думаю, что вы сможете понять, о чем идет речь. Здесь. Я ей подсказывал, как поступить и поговорить. Вот. Вот. Начинается уже перенос, да. То есть, свои какие-то нереализованные желания и свои стремления вы реализуете через нее. Вовлекаетесь, спасаете ее. А потом ждете какой-то обратной связи. Это вот то, что довольно подробно описывается в треугольнике Карпмана. Почитайте. Почитайте. В общем, гораздо лучше. Опять же, зачем? Она пообещала, что когда узнает, кто я, то не перестанет общаться. Верить обещаниям человека, не являющегося вашим другом. Верить словам человека, обещаниям человека, который в силу, реалий жизни нашей, ну я имею в виду СНГ, страны СНГ, в принципе, не может относиться к словам так же, как относится к ним мужчина. Вот такое ощущение, что вы хотели, вы хотели быть обманутым, чтобы перестать людям доверять, чтобы разрешить себе не доверять людям. Вы и раньше им не доверяли и в них сомневались. А теперь легально можете это делать. Понимаете? Вот так мне видится. Так, как мне теперь общаться с моим окружением? Да как? Общайтесь так, как будто все это вообще вас не касается и не трогает. Понимаете, если вы пытаетесь доказать, то люди будут вам верить еще меньше. А с людьми, то есть со всеми абсолютно, которые поверили в слух и которые обсуждают меня. Да. Общайтесь как обычно и все. Где ваши друзья, Алексей? Где ваши самые близкие, которые знают вас? Которые не верят в слух? Если все поверили, значит нужно менять что-то вам. Как люди вас видят. Как бы с теми, с кем я не могу теперь общаться? Ну, все значит не могу. Понимаете, вот у вас опять же какая-то жертвенная позиция. Как быть, чтобы что? То есть, знаете, вы были для вот этой женщины, с которой вы общались с спасителем, вы направляли ее, говорили как поступать и что делать. Теперь того же вы ждете от нас. Нет. Психологи не дают советов. Как быть? Как быть, чтобы что? Я так понял для себя, что никому нельзя доверять. Вот. Вот. Вы всегда этого хотели. Вы боитесь близости. Вы боитесь близости, боитесь быть откровенными, откуда все это происходит. А страх близости, страх откровенности, это непринятие себя. Мне очень неприятно от всего этого чем? Можно сказать, что я в растерянности от чего? Для слухов она показывает честные наши переписки, и она довольно личная, но показывает только мои сообщения. И что? И неужели никого это не насторожило, Алексей? Неужели люди настолько тупые, по вашему мнению? Знаете? Опять же, почему с этой девушкой у вас довольно личная переписка? Вот почему именно с ней? Кто она вам? Что переписка личная? Какое значение вы в нее вкладывали, в эту женщину? Что мне делать и как быть? Что делать, чтобы что? Как быть, чтобы что? Цель. С каждым днем про меня говорят все больше и больше, и каждый день появляется что-то новое. Ну пусть говорят. Пусть говорят. Вопрос в том, как это задевает вас конкретно? Что это задевает в вас? И какие мысли о себе порождают? Вот с этим нужно работать. Это личная ответственность за то, как вы реагируете. Ну и окружение себе нужно выбирать, конечно, грамотно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.